Всем привет! С вами снова Илья, обзор и прогноз криптовалютного рынка на 18 марта. Ну что же, взглянем на рынок. Что у нас здесь происходит? Биткоин после заявления ФРС о том, что они оставили ставку на нулевых отметках, здесь подрос, пробил в моменте даже 59 тысяч. И сейчас торгуется примерно по 58 300. Что же касается других монет, ошибочное мнение мое было по поводу кардана. Я предполагал, что более глубокая коррекция сейчас его ждет, однако он впоследствии сразу ушел выше 1.4. Поэтому мы сегодня немного обновим дальнейший прогноз и я его также включил в обзор. По каким-то другим монетам здесь не видно изменений, скажем так, принципиальных, которые могли бы сильно повлиять на предыдущее мнение по ним. Поэтому сегодня начнем с биткоина и также взял еще несколько монет из комментариев и несколько монет, по которым были изменения, которые у меня до сих пор висят, которые я вам до этого предлагал к покупке. И также, в общем, на личный взгляд, где есть новые какие-то торговые ситуации. Начнем, наверное, с биткоина. Здесь ситуация в следующем. Вчера в 21.00, как вы уже, наверное, все знаете, потому что это практически во всех новостях, ФРС решила ставить ставку на том же уровне. Если говорить об ожидаемости рынком этого события, то вроде как считается, что оно было ожидаемым, хотя в целом ситуация была 50 на 50. То есть половина экспертов склонялись к тому, что они ее поднимут из-за возрастающих рисков инфляции, половина о том, что оставят на том же уровне. Но мы видим, что сейчас это для рынков хороший знак, потому что остаются дешевые деньги, остается программа количественного смягчения. Это означает, что дешевыми долларами будут дальше накачивать экономику, которые в том числе могут пойти и на вообще все виды рынков. После этого мы увидели пробой вот этой вот важной зоны красной, которую я очерчивал до этого и движение к 59.500. Далее коррекция. Я специально оставил вот эту вот красную линию, которую я очерчивал предполагаемое дальнейшее движение по BTC. В принципе, вам судить, насколько получилось предугадать это движение. Я сам склоняюсь к тому, что не очень хорошо здесь отработался мой прогноз, потому что я ожидал все-таки, что и вот это движение будет повыше и вот это пониже. А получилось, что и здесь, и здесь недоход и это стоило... Ну как, фактически это ничего не стоило, но здесь у меня был ордер, который имел добавление в сделку, которая по 56 открылась. Поэтому, скажем так, немного обидно здесь. Мне все же это так. Так, давайте посмотрим по дальнейшим перспективам. Теперь, когда мы примерно понимаем дальнейший расклад, уже есть открытая сделка по 56. Она сейчас висит в плюс 2200. Сейчас уже самое время устанавливать дальнейшие цели по ней и подумать, как ее сопровождать. Итак, 56. Это открытие. Сейчас цена вроде как пробила вот этот вот уровень сопротивления, устремляется дальше. Скажем так, в таком базовом сценарии, но который отрабатывается довольно редко, часто будет отзеркаливание вот этой вот зоны. Возможно, небольшой заход ниже 50, там, 7500 и последующее движение наверх. Я также больше, не то что больше, но примерно 50 на 50 ставлю сценарий, что коррекция будет более глубокой. Потому что сейчас многие на отзеркаливание будут брать и эта коррекция может быть более сильной. Сильной и в реальности упасть примерно вот в эту вот зону, то есть вернуться к тем же 56, 56, 300. Поэтому, если вы еще не открыли по 56, то часто будет еще, ну не часто, но в 50% случаев будет еще такая возможность. Либо, если вы также не открывались со мной, то попробуйте красная зона. Покупка плюс добавление по те же 56. Это с точки зрения краткосрочных позиций. Вот, что же делать с позицией по 56, которая у меня открыта? Я выставлю несколько целей по этой позиции. Первую, я думаю, что я закрою первую треть при возвращении к 59500. Следующую по 60400. И следующую по 61800. То есть, грубо говоря, покупка 56 у меня закроется по вот этим вот трем целям. Ну и оставлю процентов 20, то есть здесь по верхней границе, там, закрою процентов, ну скажем так, здесь 30, здесь там 15, здесь 15. У меня останется процентов 40, если я правильно умею считать. Я оставлю, нет, даже, да, получается 30, 20, 20 у меня будет. Это закрытие 70%, плюс вот процентов как раз-таки 30. Я оставлю на дальнейшее движение наверх, я думаю, что следующую остановку мы все-таки должны сделать, которую я запланировал. Это около 63 тысяч долларов, возможно, даже с небольшим перехаем. Вот, это, собственно, сопровождение этой сделки. А по ордерам, по стопам я ничего пока не меняю, потому что, к сожалению, есть еще вероятность снова здесь просесть. И я все-таки надеюсь, что цена может в будущем это сделать и в случае чего зацепить мой ордер с тем же стоп-лоссом. Поэтому тут я пока ничего не меняю. Вот, и также по краткосрочным перспективам я вам тоже все описал. Если мы посмотрим на более масштабный график, то мы видим, что все идет в рамках восходящего тренда также. И каких-то переживаний, волнений относительно его прерывания на данный момент нет. Вот, это что касается биткоина. Здесь нечего особо добавить. Сценарий по текущей открытой сделке я вам писал. Если у вас вообще нет никаких сделок, вы побоялись открывать по 56, тоже все описал. Ну и по стоп-лоссам тоже все есть. Не знаю, что здесь еще можно добавить. По мне ничего. Так, давайте перейдем к эфиру. Какая у нас ситуация здесь. Много не буду разглагольствовать. Здесь тоже самое. Также цепанули вот этот вот уровень. Но уже был еще 16 марта. Впоследствии ушли наверх. И здесь сейчас зажат вот в таком вот узком диапазоне. Естественно, многое зависит от биткоина. Если мы посмотрим более масштабный график, то высока вероятность дальнейшего бокового движения до, наверное... Ну не то что до, а примерно в течение пяти дней. То есть на горизонте пяти дней такое же боковое движение. И впоследствии уже такое прорывное наверх. Потому что сейчас дадут волю биткоину. То есть если все правильно, мы просчитали и биткоин сейчас уходит в аптренд. То есть сейчас дадут волю некоторую биткоину. И впоследствии уже начнут отрабатываться альткоины. Поэтому давайте сразу перейдем по НЕО. Здесь ситуация более интересная. Я, кстати, напоминаю, что все сделки и все котировки я беру с биржи Binance. Сам работаю на данной бирже. Ссылки есть реферальные в описании. Там, если вы регистрируетесь по этим ссылкам, у вас 20% скидки комиссии на спот рынки. И 10% на фьючерсах. Это максимально возможные комиссии. Поэтому, пожалуйста, сейчас у них довольно большое количество различных конкурсов для новых пользователей. Которых также можно поучаствовать. Итак, идем на НЕО. По НЕО я напоминаю, что у меня висит позиция с 35. Еще на прошлом таком вот резком снижении, когда, помните, вся альта падала, у меня сработал один ордер по 35. И здесь еще осталось два ордера не сработавших. И, собственно, вчера НЕО вышел, наконец, из бокового диапазона. Пробил его. В моменте показывал 48. Сейчас немного корректируется. Здесь, опять же, выход из зоны накопления, который мы видели уже по большому количеству других монет. Прорыв в зону сопротивления. Очень позитивный знак. И есть надежда, что сейчас уже пойдет НЕО, наконец-то, на новый хай. Относительно 22 февраля. И на новый-новый максимум. Поэтому долгосрочную перспективу мы уже описывали, не знаю, мне кажется, десятки раз уже точно. Здесь и вот эта вот глобальная зона накопления, которая есть по НЕО, она сейчас еще только-только начинает отрабатываться. И плюс локальная зона консолидации, которая была после коррекции, она тоже только начинает отрабатываться. Поэтому цели здесь достаточно большие. Это и 65, и впоследствии 93. Поэтому то, что набрал по 35, сейчас висит в плюсе. Но я закрывать не спешу. Не для того, в принципе, набиралась эта позиция, чтобы ее как-то рано крыть с каким-то небольшим профитом. И более того, даже если цена сейчас пойдет на новое снижение, 30 и 25 это цены нового добора. Это такая большая инвестиционная позиция, о которой мы с вами говорили ранее большое количество раз. Кто удивляет, так это кардана, которому удалось таки закрепиться за уровнем, уйти выше. Здесь, ну, моя ошибка. В принципе, я предполагал, что все-таки будет движение такое, немного сквизовое вниз и только последующее движение наверх. Здесь, собственно, мы видим, что как бы флаг переходит в новую зону консолидации, снова подпирают уровень 1.44. И вероятнее всего здесь такое движение, оно будет продолжаться. Потому что когда кардана уже берет такие как бы этапы роста, он, как правило, с ними продолжает идти. Здесь, естественно, если у вас есть позиция, я бы, наверное, еще поддержал хотя бы до небольшого нового хая, типа 1.52-1.53. Ну и до этого мы с вами замеряли, что цена перебивает уровень предыдущего максимума после того, как его преодолевает, где-то процентов на 20-25. Ну и ориентируйтесь, собственно, на 1.80 примерно, как формирование какого-то нового хая по ADA. Вот, если вы еще в сделку не заходили, ну, на мой взгляд, личный, это уже поздно и высоко. И только если вот эти вот уровни, которые такого цвета, темно-синего, в общем, не знаю, как этот цвет называется правильно, вот этого особого цвета я бы по ним только в случае коррекции набирал. А так уже, конечно, высоковато. Следующее это Litecoin. Litecoin у меня тоже давненько висит, как вы, наверное, еще помните, с зоны коррекции. Там, по-моему, было 180 или 200, надо еще раз посмотреть. Вот, тоже он у меня висит, тоже не очень большая позиция, потому что я рассчитывал на более глубокую коррекцию с последующим добавлением. Но мы видим, что Litecoin практически полностью копирует BTC, также движение наверх в рамках вот этого вот уже более вертикального тренда. И, в принципе, такая более горизонтальная линия тренда, она тоже еще пока что поддержкой является. Здесь, я думаю, что можно брать по 192 доллара, потому что здесь образовалась такая новая поддержка. Однако, здесь сразу хочу сказать, что должен быть короткий стоп. Смотрите, потому что если цена пробивает 192, там огромная цепная реакция, во-первых, это тогда сформируется голова с плечами. Здесь у нас пробой уровня, в итоге вынесли покупателя, далее выносим трендовую линию и здесь просто вот так вот посыпались примерно до 170. Поэтому короткий стоп. Более того, я бы, наверное, даже разворачивался, я бы придумал здесь еще шорт в случае пробоя 192, то есть примерно 188. И взял бы вот это вот небольшое движение долларов 30 на шорт позиции в случае, если такой пробой состоится. И лонг с коротким стопом. Обе идеи мне нравятся достаточно сильно. Идем дальше. Следующая монета это алга. Здесь, значит, у нас что? После вот этой вот коррекции мы сформировали поджатие уровня восходящий треугольник. Впоследствии этот треугольник, он был пробит и выход за зону консолидации. Сама восхода треугольника уже почти отработана. Это там будет где-то 1.44-1.45. Однако сама конфигурация, она достаточно хорошая, разворотная. И здесь можно ожидать, собственно, дальнейшего движения наверх и формирования каких-то уже новых максимумов. Естественно, что когда мы разбираем альты, мы прежде всего действуем с оглядкой на биткоин. Потому что если по BTC что-то пойдет не так, то многие сетапы здесь просто порушатся и с них будут выходить. Но когда я разбираю альты, я имею ввиду разбор в случае базового сценария по BTC, который мы рассматриваем в самом начале. Поэтому же всегда нужны стоп-лоссы. Я, когда имею представление, где их поставить, я вам сразу же их озвучиваю. Вот, значит, здесь ситуация следующая. Или ретест 1.20 с последующей покупкой. Или можно покупка плюс добавление по 1.20. Плюс даже можно покупку добавления по 1.12. Такую более глубокую. Потому что есть вероятность того, что сейчас краткосрочно в треугольник вернутся. Чтобы здесь всех, кто в лонг зашел, немного побрить. И только после этого сформировать новый рост. Это что касается алга. Ну и, собственно, там цели я вам уже озвучил. Основная это, конечно, предыдущий хай 1.80. И новые максимумы. Коррекция, которая здесь была в 50%. Она довольно существенная. Поэтому вот так. Следующая это ZIL. Мне сразу вспоминается монета YFII. Которую мы проторговывали до этого в таком похожем очень сценарии. Тоже восходящий ценовой канал. Несмотря на то, что это базовая формация. Несмотря на то, что она достаточно устаревшая. Мы видим, что здесь она себя отрабатывала неплохо. Более того, она дает нам четкие зоны выхода. В случае отмены сценария. Поэтому я всегда такой ситуацией буду пользоваться. Здесь я предлагаю работать от уровня 0.12.800. Вот я его обозначил. Ну и плюс вот такой вот ценовой диапазон. Зеленый. Почему диапазон? Почему не четко уровень? Дело в том, что я не могу вам сразу наперед сказать. Упадет он прямо сейчас. И тогда они с трендовой линии встретятся на 0.11.800. Или это будет такое затяжное падение. И они тогда с трендовой линии встретятся на 0.13.800. То есть абсолютно разные сценарии здесь могут быть. Но базовый, как мне кажется, это 0.12.800. И собственно отсюда можно уже брать бай с коротким стоп-лоссом. Мы видим, что к этой трендовой линии относятся довольно уважительно. И вот. И здесь был только один такой вот ложный пробой. И после этого цена ушла наверх. Сразу вспоминается крестный отец при слове уважительно. Ты падаешь ко мне, но ты делаешь это без уважения. Поэтому здесь я думаю, что именно от этого уровня, от 0.12.80, будет такой вот отбой с коротким стоп-лоссом. Ну и цели, кстати, видите, что интересно. Цели по трендовой линии тоже формируют хорошо. Поэтому я думаю, что там основная цель центов 20. И с учетом короткого стопа сделка, по-моему, замечательная. Вот. Но ориентируйте, что она среднесрочная. Здесь нужно будет в случае чего быстро выйти по стоп-лоссу или быстро выйти по профиту. Конец истории. Напоминаю вам, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте сюда то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Своё торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. И пока.